Генеральный план ОСТ, обширная программа закрепления господства Третьего Рейха в Восточной Европе, предусматривал принудительное выселение из территории Польши и оккупированных областей СССР до от 75 до 85% населения и размещения его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке. Этот план колонизации и германизации восточных территорий разрабатывался на основе расовой доктрины и концепции жизненного пространства под эгидой Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, который в качестве рейхскомиссара по вопросам консолидации германского народа с осени 1939 года ведал также вопросами выселения, заселения и переселения на Востоке. План был рассчитан на 30 лет, к его реализации предполагалось приступить после победы Рейха в войне против СССР, но уже в 1943 году его разработка была окончательно прекращена. Планирование идеи названия генерального плана ОСТ возникли, скорее всего, в 1940 году. Инициатором выступил сам Гиммлер. Название могли придумать в одной из его служб, скорее всего, в Главном управлении имперской безопасности, а может быть и в Управлении и Планировании Рейхскомиссара по вопросам консолидации германского народа. В том, что касается времени и пространства, речь шла о двух фазах разработки. Ближний план затрагивал уже присоединенные восточные территории и был отдан на реализацию. Дальний план предназначался для всего восточного пространства. Какие управления СС в соответствии с их компетенциями участвовали в разработке отдельных частей плана, историки так и не смогли точно установить. Однако им удалось проследить несколько следов, один из которых, может быть даже самый важный, ведет в трех управления Германии, Главного имперского управления безопасности. Другой след ведет в управлении и в управлении ВИА и Главного штабного управления Рейхскомиссара по вопросам консолидации германского народа. Предполагается также, что в работе над генеральным планом участвовало и Главное управление СС по делам расы и поселений. Но самую важную роль при этом играло Главное управление имперской безопасности. Объемная разработка под названием «Генеральный план ОСТ» была осуществлена к концу 1941 года в группе трех в Главного управления имперской безопасности. Текст этого варианта плана утерян, однако его содержание отражено в сохранившихся критических замечаниях имперского министерства восточных оккупированных территорий. В одном случае речь идет о записанном по памяти протоколе заседании о вопросах германизации, на котором присутствовали представители служб Восточного министерства и СС 4 февраля 1942 года. В другом случае это подробная записка от 27 апреля 1942 года. Замечание и предложение по генеральному плану ОСТ Рейхсфюрера СС, которая специально посвящена концепции Главного управления имперской безопасности. Автором документов в обоих случаях являлся заведующий расово-политическим отделом Восточного министерства ДРР Хартвицель. Сохранился также меморандум оберфюрера СС профессора Конрада Мейера «Генеральный план ОСТ Правовые, экономические и территориальные основы строительства на Востоке» 28 мая 1942 года. Приобщен американцами к материалам следствия по делу Мейера. Он был долгое время недоступен немецким историкам, которые, однако, знали о его существовании и содержании. Впоследствии документ был передан в Федеральный архив Германии. В 2009 году он был полностью опубликован на сайте Берлинского университета имени Гумбльта. Разработаны варианты генерального плана ОСТ. Генеральный план ОСТ представлял собой комплекс документов, посвященных вопросам заселения восточных территорий в случае победы Германии в войне. Группой планирования трибоплановой службы Главного штабного управления РКФДВ была разработана следующие документы. Документ 1. Основы планирования созданы в мае 1940 года. Плановая служба РКФДВ. Содержание описания масштабов запланированной восточной колонизации в Западной Пруссии и Варселанда. Площадь колонизации должна была составить 87 600 квадратных километров, из них 59 000 квадратных километров сельскохозяйственных угодий. На этой территории должны были быть созданы около 100 000 поселенческих хозяйств по 29 гектаров. Каждое планировалось переселить на эту территорию около 4,3 миллиона немцев, из них 3,15 миллиона в сельские районы и 1,15 миллиона в города. При этом должны были быть постепенно устранены 560 000 евреев и 3,4 миллиона поляков. Расходы на осуществление этих планов не оценивались. Документ 2. Материалы к докладу «Колонизация», разработанному в декабре 1940 года службой планирования РКФДВ. Содержание. Основополагающая статья к потребности территории для вынужденного переселения из Старого Рейха с конкретным требованием о 130 000 квадратных километрах земель для 480 000 новых жизнеспособных поселенческих хозяйств по 25 гектаров каждая, а также вдобавок 40% территории на лес для нужд армии и резервных площадей в Артиландии и Польше. Документы, созданные после нападения на СССР 22 июня 1941 года. Документ 3. Генеральный план ОСТ разработан в июле 1941 года. Плановая служба РКФДВ. Содержание. Описание размеров запланированной восточной колонизации в СССР с границами конкретных областей колонизации. Документ 4. Общий план ОСТ разработан в декабре 1941 года. Группой планирования ЛЛБРСХА. Содержание. Описание масштабов запланированной восточной колонизации в СССР генерал-губернаторстве с конкретными границами отдельных областей заселения. Документ 5. Генеральный план ОСТ. Разработан в мае 1942 года Институтом сельского хозяйства и политики Берлинского университета имени Фридриха Вильгельма. Содержание. Описание масштабов запланированной восточной колонизации в СССР с конкретными границами отдельных областей заселения. Область колонизации должна была охватить 364 231 квадратный километр, включительно 36 опорных пунктов и 3 административных округа в области Ленинграда, Херсонско-Крымской области и в районе Белостока. При этом должны были возникнуть поселенческие хозяйства площадью от 40 до 100 гектаров, а также крупные сельскохозяйственные предприятия с площадью как минимум 250 гектаров. Необходимое количество переселенцев оценивалось в 5,65 миллиона. Запланированные к заселению области должны были быть очищены от примерно 31 миллиона человек. Расходы на осуществление плана оценивались в 66,6 миллиарда рейхсмарок. Документ 6. Генеральный план колонизации. Создан в сентябре 1942 года. Плановой службы РКФДВ. Содержание. Описание масштабов запланированной колонизации всех предусмотренных к этому областей с конкретными границами отдельных районов заселения. Область должна была охватить территорию 330 тысяч квадратных километров с 360 тысячами стасельских хозяйствами. Необходимое количество переселенцев оценивалось в 12,21 миллиона человек. Запланированная к заселению область должна была быть очищена от приблизительно 30,8 миллиона человек. Расходы на осуществление плана были оценены в 144 миллиарда рейхсмарок. Окончательного варианта генерального плана ОСТ в виде некоего единого документа не существует. Содержание. О том, как авторы плана представляли себе будущее народов Остока, можно судить на основе сохранившихся замечаний и предложений по генеральному плану ОСТ, составленных в виде служебной записки для министра Розенберга 27 апреля 1942 года заведующим расово-политическим отделом Министерства оккупированных восточных территорий Де Ромео. Ведь целым чиновник подготовил эту записку, ознакомившись с проектом, разработанным группой планирования трех управлений РСХ в декабре 1941 года. Этот документ состоит из четырех разделов. 1. Общие замечания по генеральному плану ОСТ. 2. Общие замечания по вопросу об онемечивании, особенно о будущем отношении к жителям бывших прибалтийских государств. 3. К решению пульского вопроса. 4. К вопросу о будущем обращении с русским населением. В первом разделе рассматривается вопрос о переселении немцев на восточной территории. Переселение планировалось проводить в течение 30 лет после окончания войны. На пространствах бывшего СССР, завоеванных Германией, в немецком районе расселения должны были остаться 14 миллионов славян. Их предполагалось поставить под контроль 4,5 миллиона немцев, нежелательных в расовом отношении местных жителей. Собирались отправить в Западную Сибирь. От 5 до 6 МЛН евреев, находящиеся в восточных областях, подлежали ликвидации еще до начала мероприятий по переселению. Автор записок выражает сомнения относительно осуществления этих пунктов программы. Если еврейский вопрос решить еще можно, то со славянами дело обстоит не так просто. Вицель недоволен тем, что в плане игнорируется факт поселения лес, пригодных для анимечивания, в пределах собственно Германской империи. Чиновник также критически относится к подсчетам численности славянского населения, предназначенного к переселению. Он считает, что приведенные в плане статистические данные мало привязаны к реальности и не учитывают того, какие народы дружественно или враждебно относятся к немцам. Среди тех, кто подходил для анимечивания или расового обновления в соответствии с критериями нордического типа, были литовцы, эстонцы и латыши. По мнению Вицеля, представители этих народов нужны для того, чтобы с их помощью осуществлять управление обширными территориями на Востоке. Прибалтийцы подходили на эту роль, потому что они воспитывались в европейском духе и усвоили по меньшей мере основные понятия европейской культуры. В третьем разделе описывается предполагаемая линия поведения немцев по польскому вопросу. Опираясь на историю взаимоотношений между нациями, чиновник делает вывод, что поляки являются наиболее враждебно настроенным и самым опасным народом. Вместе с тем он отмечает, что польский вопрос нельзя решать путем ликвидации поляков. Такое решение обременило бы на вечные времена совесть немецкого народа и лишило бы нас симпатии всех. Тем более, что и другие соседние с нами народы начали бы опасаться, что в одно прекрасное время их постигнет та же участь. Вицель даже предлагает переселить часть поляков в Южную Америку, особенно в Бразилию. В том же разделе чиновник останавливается на будущей судьбе украинцев и белорусов. Он отмечает, что в соответствии с планом около 65% украинцев будут переселены в Сибирь. То же самое планируется сделать и с белорусами, но переселены будут 75%, а 25% подлежат онемечиванию. Что касается чехов, то 50% подлежит выселению, а 50% онемечиванию. Последний раздел посвящен русскому вопросу. Автор заметок придает ему важное значение в контексте всей восточной проблемы. Он приводит точку зрения доктора антропологических наук Вольфганга Абеля, предлагавшего или полностью уничтожить русских, или анимечить определенную их часть, имеющую явные нордические признаки. По этому поводу Вицель пишет, предложенный Абелем путь ликвидации русских как народа, не говоря уже о том, что его осуществление едва ли было бы возможно, не подходит для нас также по политическим и экономическим соображениям. В ответ на это Вицель предлагает свой вариант решения русской проблемы, который предусматривает обособленное национальное развитие, ослабление русского народа в расовом отношении и подрыв биологической силы народа. Путем ряда мероприятий, ведущих к сокращению рождаемости, он также рекомендует способствовать обособлению сибиряков от русских. Оценки историк Л. Безыменский называет план «каннибальским документом» – планом ликвидации славянства в России и утверждает, что «не следует обманываться термином выселения» – это было привычное для нацистов обозначение для умерщвления людей. В работе «Великая отечественная без грифа секретности» – книга «Потерь» подготовленной под руководством кандидата военных наук Г. Кривошеева утверждается, что в соответствии с планом ОСТ на оккупированных территориях СССР было преднамеренно истреблено более семьи – четыре миллиона человек мирного населения. Фильмы «Тень над Россией» – план ОСТ, канал «Культура-2011»